Если вы давно не были на Дерибасовской, советую вам пройтись и вы увидите людей, которые не просто гуляют, а сидят за столиками, жуют, кушают. Дерибасовская учит, что люди хотят кушать. А почему мы кушаем? Наверное, это необходимо для жизни. А для духовной жизни? Чем вы питали на завтрак своего духовного человека? Вот интересно, что Иисус из Назарета предложил своим ученикам блюдо, о котором они даже не могли помышлять. Что это за таинственное и желанное блюдо, которое предлагает Господь? Об этом давайте послушаем, как рассказывает его ученик Иоанн. Будем читать Слово Господне из Евангелия Иоанна, 4 главы. Начиная с 31 стиха будем читать рассказ ученика Иисуса Христа о том, что происходило в жизни Иисуса, чему Он был свидетелем. Иоанн, 4 глава, с 31 стиха и ниже. Между тем ученики просили Его, говоря, рови, ешь. Но Он сказал им, у Меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собой, разве кто принес Ему есть? Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Рови, ешь. У Меня есть пища, которой вы не знаете. Моя пища есть творить волю пославшего Меня Отца. Вот такой диалог записал Иоанн тогда, когда он вместе с другими учениками, вместе с Иисусом шел из Иерусалима в Галилею. Они проходили через Самарию и там остановились недалеко от колодца, где прошла известная нам хорошо беседа Иисуса с женщиной-самарянкой. В то время, когда ученики отлучились для того, чтобы купить пищи в городе. Через некоторое время они пришли, принесли пищу. Ее очевидно, это была очень простая пища, совсем не такая, как сегодня туристы возят с собой. Это овощи, наверное, фрукты, может быть, хлеб, ну, в лучшем случае, сыр. Они пришли, принесли все свежее, красивое, пахнущее. Ешь, учитель! А он отказывается. Несмотря на долгий путь, несмотря на то, что очень много он утрудился, так написано от пути, от бесед, от постоянных общений с людьми, он отказывается есть. И не потому, что он вообще отказывается есть, а потому, что он решил преподать своим ученикам некий урок. Он говорит им о том, что у него есть пища, у него приготовлено некое блюдо. Он уже кушает эту пищу. И это очень странная пища. В всяком случае, ученики не знали об этой пище. И сам Иисус подтверждает, что вы не знаете этой пищи. Для нас тоже, наверное, эта пища выглядит весьма странно. Иисус говорит, что пища, которую он приготовил, блюдо, которое он вкушает, творить волю пославшего меня Отца. Я думаю, что мы, конечно, много раз читали этот текст, очень привычный нам текст. Он, так сказать, на слуху всех людей. Но вряд ли он приводит нас в такое изумление, как должен был бы привести, как он привел когда-то в изумление учеников. Как это пищей может быть творить волю Отца? Это что-то очень странное, не укладывающееся в наше понимание и сознание. Мы привыкли, что пища – это то, что мы принимаем, то, что мы берем, то, что в нас входит, то, что нас подкрепляет. Вот это пища. А если я делаю что-то, если я что-то отдаю, если я творю что-то, ну какая же это пища? Это отдача совсем, а не прием. Мы даже говорим «прием пищи», но никак не отдача. А вот у Иисуса совсем другой взгляд на питание. Он считает, что питаться – это не только принимать что-то, это не значит только вкушать, а питаться – это гораздо более сложный процесс, как здесь представляет Иисус. Но, собственно, если мы задумаемся, мы согласимся, что процесс питания – это действительно сложнее, чем просто сидеть за столом и кушать что-то. Мы понимаем, что для поддержки физического нашего тела необходимо питаться, и мы это регулярно делаем. Мы принимаем пищу, мы питаемся, мы думаем, что питаться надо не только для того, чтобы ввести в наш организм минералы, там витамины и прочие вещества. Мы хотим не просто из тюбиков питаться, мы хотим, чтобы красиво было, чтобы был роскошный стол, чтобы красиво подано было. То есть мы хотим, чтобы была пища не только для тела, для организма, но и для глаз, для души, для сердца. Вот это будет пища уже. Тогда мы считаем, что это хорошая пища. Для духовного человека тоже нужна какая-то пища. И мы иногда пытаемся найти какую-то пищу и для духовного нашего человека. Но вот тогда, когда мы только принимаем, когда мы только вкушаем, мы занимаемся только частью питания. В общем-то, мы хорошо знаем и понимаем, что если только сидеть и кушать, и не двигаться, то ничего хорошего не будет. Представьте себе, смотрим на атлета, который так легко подбрасывает свое тело на брусьях. И неужели мы думаем, что он только сидит за столом и кушает для того, чтобы делать эти физические упражнения? Мы же прекрасно понимаем, что он тренируется, он постоянно отдает энергию, он постоянно должен быть в движении для того, чтобы поддерживать форму. Одна сестра мне говорит, такая уже в летах сестра, говорит, что я знаю, что если я остановлюсь, если я перестану двигаться, у меня ноги болят, я с трудом могу подняться, но если я перестану двигаться, это будет конец. Она понимает, что для того, чтобы жить, необходимо не только принимать, надо отдавать. и это мы в физическом мире очень хорошо делаем, понимаем и так, и ведем себя. Мы стараемся очень активно отдавать, мы понимаем, что надо какие-то физические упражнения, надо ходить, надо двигаться, надо действовать, вот тогда можно и кушать. И для того, чтобы был хороший аппетит, надо, конечно, хорошо нагрузить сначала свое тело, и тогда появляется аппетит, тогда и кушать уже хочется. То есть процесс питания состоит из двух частей. Он состоит не только из того, что мы потребляем, но он состоит также из того, что мы отдаем. И без этой части отдачи оказывается питание неэффективно. Более того, оно даже вредно. Это был бы ужас просто, если бы человек просто сидел за столом и кушал, и кушал, и кушал, и кушал. Долго невозможно так выдержать. То есть для того, чтобы жить, надо отдавать. И Иисус использует этот же принцип для того, чтобы поговорить о духовной жизни, для того, чтобы перевести наше внимание на нашего духовного человека. Духовный человек тоже нуждается в определенном питании, и это питание не всегда у нас правильно организовано. Рацион для нашего духовного человека не всегда правильный. Люди пытаются заполнить своего духовного человека, напитать его культурными какими-то произведениями. Музыка, фильмы, развлечения, игры. И все это, собственно, предназначено для того, чтобы как-то напитать свою душу. Но на самом деле это, в общем-то, призрачное питание, это виртуальное питание, это питание, которое не дает истинного чувства насыщения даже. Потому что мы, фактически, когда смотрим какие-то фильмы, какие-то программы, мы живем чужой жизнью. Мы не живем настоящей жизнью. Мы как бы сопереживаем тому, что видим. А настоящая жизнь проходит мимо. И человек сидит у телевизора или у компьютера, и ему кажется, что он насыщается. Но только встал – пустота. Нет никакого насыщения. Оказывается, необходима настоящая, серьезная духовная пища для того, чтобы насыщаться. Знаете, как иногда во время сеансов гипноза гипнотизер устраивает такое представление, когда люди под его влиянием делают вид, что кушают. Ну, они на самом деле переживают, как будто бы они сидят за столом, перед ними роскошные блюда, они кушают, все вроде хорошо, а все смеются над ними, потому что на самом-то деле никакой еды нет. Когда они выходят из состояния гипноза, оказывается, что они такие же голодные, как и были до того. Насыщение не наступает. К сожалению, суррогаты, которые предлагает культура, мир, они служат скорее для возбуждения аппетита, а не для того, чтобы насытиться. И очень плохо, когда люди только этим и ограничиваются, и не имеют настоящего, серьезного духовного питания. Но тогда, когда мы начинаем обращаться к серьезной, глубокой духовной жизни, мы понимаем, что не хлебом одним будет жить человек, как сказал Иисус, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Оказывается, слово Божие – это питание. Но и здесь есть многочисленные трудности и ловушки для людей. Мы понимаем, что тогда, когда мы слушаем, принимаем это слово, то мы насыщаем свою душу. Но на самом деле, если мы только слушаем и остаемся в таком же состоянии, никакого питания для духовного человека не происходит. Это то же самое, что сидеть за столом и только кушать, и не отдавать. Ведь процесс питания, как мы говорили, предполагает, в обязательном порядке предполагает и элемент отдачи. Если мы с вами слушаем Слово Божие, если мы молимся, если мы только воспринимаем то, что Господь говорит, но при этом ничего не отдаем в духовном мире, ничего не отдаем окружающим людям, то это духовное ожирение. Это фактически болезнь. И я очень боюсь, что будут в вечности люди, которые, оказывается, здесь, на земле, все время слушали Слово Божие, питались, как будто им казалось, что не питаются этим Словом. Но если они не исполняли это Слово, то это Слово ничего им не давало и не даст. И эти люди окажутся в смерти точно так же, как и те, которые не слышали Слово Божие и не исполняли его. То есть, фактически, тот, кто питается Словом Божьим, питается Духом Божьим, питается духовным миром, тот должен обязательно не только слышать Слово, но и исполнять его. Очень интересно пишет Иаков об этом. Он в своем послании обращает внимание на то, как мы слышим и как воспринимаем Слово. Он говорит так. Кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Как будто бы слышишь Слово Божие, и мы подчеркиваем, как важно слышание Слова Божие. И это действительно так, очень важно. Но слышание Слова Божие и жизнь Словом Божиим означает не только слышать букву, не только вкушать букву Слова, но это означает также дело, которое человек производит. Без этого он не может говорить о том, что он нормально духовно питается. Это обязательное условие для нормальной духовной жизни выполнять волю Отца Небесного. Вот тогда, когда мы выполняем, мы на самом деле насыщаемся. Конечно, мы для этого должны слышать, но не останавливаться на слышании, а идти дальше, к выполнению. И вот тогда начинается серьезный процесс духовного питания и насыщения. Но я хотел бы обратить внимание, что Иисус сказал, надо исполнять не просто что-нибудь, исполнять волю Отца, совершать дело, ради которого послан. Вот что оказывается важно. Не просто деятельность, а определенного вида деятельность. Знаете, был такой человек, Савл, Беудеи. Вы, наверное, знаете о нем. Этот человек был очень деятельный. Он очень много трудился. Он хотел процветания своей религии. Он действовал так, как, собственно, учили его, как ему подсказывали его учителя. Он боролся против христианства. Он провозглашал истины из закона Моисеева. То есть он как будто бы хорошо действовал, но это действие не приводило к тому, чтобы питать его. Настоящее духовное питание у этого человека началось только тогда, когда он встретился с Иисусом и понял, что надо действовать не просто так, как научили, действовать не просто так, как хочется для того, чтобы отдавать, но действовать так, как повелевает Господь. Точно выполнять Его волю. Вот что, оказывается, очень важно. В духовном питании это составляет самую принципиальную, я бы сказал, ключевую часть. Иисус Христос говорил, что Он не просто питается тем, что что-то делает, а Он делает то, что Отец повелел Ему делать. А что, собственно, Отец повелел Ему делать? В чем была воля Отца? Мы прочитали, Иисус продолжает дальше рассуждение своей о пище и говорит так, не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва, а я говорю вам, возведите очи ваши, посмотрите, как побелели нивы. То есть Он говорит о том, что есть некая духовная жатва и необходимо служение, которое Он призван выполнить. И Он действительно шел на это служение. Он пришел сюда, на землю, именно для того, чтобы спасти людей, для того, чтобы совершить дело, ради которого Он был послан. Он пришел для спасения, и Он сделал это. Сделал это на кресте, сделал это всей своей жизнью, выполнил волю Отца. И поэтому Он имел вот это духовное питание, постоянное духовное питание, когда Он не только слышал Слово от Отца, но и выполнял это Слово. Ну, а мы с вами, какую мы с вами имеем волю Божию в отношении нашей собственной жизни? Наверное, во-первых, ту же самую, потому что мы оставлены как продолжатели дела нашего Спасителя. Он желает, чтобы мы тоже вошли в Его труд. И Он как раз здесь говорит своим ученикам об этом, что мы должны войти в этот труд, мы должны начать это служение для того, чтобы выполнить волю Отца. Что это такое? С чего оно, собственно, начинается? Ну, первый шаг для того, чтобы выполнить волю Отца, человек должен сделать тогда, когда он слышит Слово и кается. Потому что покаяние есть первый шаг к выполнению того, что желает Господь. Без этого шага ничего сделать нельзя. Какое дело нам Божье надо выполнить? Иисус тоже дал ответ на этот вопрос. И в этом же Евангелии от Иоанна в шестой главе записаны такие слова. Иисус говорит, «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Дело Божье оказывается в том, чтобы веровать в того, кого послал Отец Небесный. То есть веровать в Иисуса Христа. Вера в Иисуса Христа является первым шагом к исполнению заповеди Божьей. Но вы скажете, сегодня большинство людей у нас веруют в Иисуса Христа. Действительно, очень много людей, которые верят в Иисуса Христа как в историческую личность. Сегодня очень много людей, которые признают, что Иисус – это учитель, что это великий мессия даже, посланник от Бога. Они могут признавать, что это Сын Божий, и даже сам Бог, пришедший во плоти. Но одного умственного признания недостаточно. Вера, о которой говорит Иисус Христос, вера, которая описана на страницах Нового Завета, это нечто иное. Это не просто знание того, что было когда-то в истории или кем является Иисус Христос. В 11 главе евреям Павел пишет о том, что такое вера. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым». То есть, вера настоящая, о которой говорит Священное Писание, предполагает действие, осуществление ожидаемого. То есть, не только вера – это то, что мы предполагаем реально существующим, хоть и невидимым, но вера – это то, что переводит ожидаемое в реальное, в действительное. То есть, тогда, когда я верю, что Иисус Христос есть Бог, мне надо сделать следующий шаг. Я должен покориться Ему, я должен признать Его Господом своей жизни, я должен изменить свою жизнь и построить ее теперь так, как Он хочет, а не так, как я хочу. Вот это и будет как раз дело веры, первый шаг веры, без которого невозможно вообще говорить о духовном питании. И хилый духовный человек, неразвитый духовный человек – это человек, который, может быть, даже слышит слово, может быть, даже и верит в уме своем, в разуме своем, может быть, иногда и в сердце своем, но не в воле своей, не действует в соответствии со своей волей, в соответствии со Священным Писанием. Но только тогда, когда человек начинает не просто слышать слово, а жить по этому слову, воплощать его, тогда, когда он выполняет волю Отца, вот тогда он начинает укрепляться, вот тогда он начинает возрастать. И тогда только начинается серьезный процесс духовного роста. И я хотел бы обратить еще внимание на одну интересную особенность. Здесь Иисус говорит, что тогда, когда мы творим волю Божию, мы получаем подкрепление, мы получаем эту духовную поддержку, питание, потому что питание, по сути дела, это то, что необходимо нам для того, чтобы жить нормально. И обычно мы размышляем таким образом, что вот сначала надо получить питание, а потом мы можем отдавать энергию, как-то реализовывать свои все возможности. Но Иисус говорит, что вот в отношении духовного человека и духовного мира немножко есть особенность в этом вопросе. Особенность заключается в том, что именно тогда, когда мы начинаем действовать, приходит питание. не сначала питание, не сначала сила. Некоторые ждут, что вот сначала должна прийти сила от Бога, а вот потом я смогу действовать, когда я получу эту силу. Но Иисус говорит, что надо начинать действовать, и сила приходит. Тогда, когда мы выполняем, тогда, когда мы идем абсолютно немощные, не имея никаких вроде бы оснований, когда мы рискуем идти в духовном мире вперед, хотя не чувствуем достаточной силы, но есть тот, кто дает силу. Наступает тогда момент духовного питания. Это происходит очень просто, потому что в тот момент, когда мы начинаем выполнять волю Божию, в этот момент мы как бы подключаемся к источнику вот этого бесконечного питания, подключаемся к самому Богу, и Бог дает нам тогда силу. И мы тогда можем реально выполнить, даже невыполнимое, то, что кажется совершенно немыслимым, но тогда, когда мы действительно начинаем действовать по воле Божьей, Господь всегда оказывается рядом. Знаете, я недавно был на семинаре одного очень известного писателя американского армии Баума. Он учил молодых литераторов, как надо писать книги, как писать академические статьи, работы. И вот интересную вещь он сказал. Он говорил так, что до тех пор, пока вы не начнете писать, вы не знаете своего текста. Вы не можете все придумать в уме заранее, до того, как вы начнете писать. Вы должны сесть и начать писать, и вот тогда вы увидите, что вы ничего не знаете, вы увидите свои проблемы, вы увидите свои вопросы, и вы увидите приобретения, которые вдруг стали появляться. Надо начинать действовать. Большая ошибка в том, что мы в духовном мире тоже слишком часто ждем. Ждем, не начиная действовать. Ожидаем, что Господь должен сначала все обеспечить, приготовить, а должен иметь все ресурсы для того, чтобы начинать работу. А у Господа не так. Он ждет доверия. Он ждет, чтобы мы шли вперед, даже не имея всех этих ресурсов. И тогда, в этот момент, Господь проявляет свою чудесную силу. И тогда, в этот момент, мы не только можем что-то сделать для Господа, но мы сами укрепляемся. Происходит процесс духовного питания, потому что мы действуем вместе с тем, у кого есть настоящая жизнь, у кого есть настоящая пища. Мы начинаем тогда жить Христом. И если мы действуем и живем так, то мы тогда возрастаем. Тогда действительно происходит питание. Если мы просто сидим на наших скамьях, если мы слушаем только Слово, если мы постоянно, каждый день, полчаса прилежно читаем Библию, это только часть питания. Это питание, которое на самом деле еще не дает настоящей жизни. Но тогда, когда мы начинаем реализовывать, когда мы начинаем действовать в соответствии с теми знаниями, которые у нас есть, вот тогда только начинается рост. Как хорошо было бы, чтобы мы с вами поняли, что духовный человек нуждается в пище. И пища – это не просто слушать Слово Божие. Пища – это действовать в соответствии со Словом Божьим, жить этим Словом. Поэтому Христос и сказал Искусителю, что не хлебом будет жив человек, но всяким Словом, не буквой, но именно Словом, происходящим от Бога, Которая обличена в букву, но Которая должна пройти через Дух и стать воплощением делом в нашей жизни. И если так, мы должны знать волю Божию. Мы должны знать, что делать. Не только сделать первый шаг – покаяться и веровать, но мы должны знать и конкретную волю Божию в отношении своей конкретной жизни, в отношении наших дел. Что мне делать сегодня? Если я понимаю, что мне делать, а что не надо делать, то надо действовать. И тогда, когда начинаешь действовать, Господь дает силу, Господь дает особую милость и мудрость. Поэтому нам требуется большое усилие не для того, чтобы победить мир своей силой, а для того, чтобы начать действовать и получить силу от Господа, которая и нам поможет, и окружающим людям, и даст благословение во всем. Аминь. Помолимся нашему Господу, обратимся к Нему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова